любые блески в принципе будет красиво то есть вы выбирая блески ориентируйтесь на нравится не нравится вот этот бы сияние больше нравится здесь меньше значит есть вот такой вариант пигментов чем они хороши так как сухая текстура они могут у вас стоять лежать годами и с ними ничего не будет потому что там нечему портится сухая текстура есть блестки которые кремовые у них конечно другое будет сияние совсем это вот у меня например тени rbg это совместное производство каких-то блогеров блогеры визажисты которые вот и и кремовая текстура чем хороша она очень хорошо как основа для вот этих сухих пигментов они тоже есть разные соответственно ну я думаю что тут вам не открою америку ответе очень такой яркий глянец перламутровый есть еще вот например у меня вот такие инфлюенс красивые тоже тени тоже что-то видите серебристое такое вот перламутровые зеркальные такие как снежинки как лед значит вот эти вот все текстуры они очень хороши для того чтобы приклеить вот этот вот сыпучий сухой пигмент тут нужно все это сначала делать на руке потому что когда вот эти пайетки сыпется вот сюда то потом их отсюда убрать очень проблематично поэтому чтобы вы не получилось что знаете как муха накакала мне папа раньше говорил про мои веснушки уйти муха накакала спасибо папа вот и потом всю жизнь стесняешься веснушки но они у меня только летом появляются значит вот эта подвижная зона значит с блестками нужно аккуратно если будет очень много это будет некрасиво поэтому нам нужно вот эту вот золотую середину чтобы ими не переборщить еще кстати выбор цвета блесточек можно ориентироваться на то какие у вас украшения то есть в украшениях больше бронзы золото серебра или цветные ну то есть я думаю что тут будет несложно вам сориентироваться значит можно сделать еще с помощью кремовых теней и вот таких блесточек стрелку подводку как это делается вы сначала берете блестючки и высыпать их аккуратненько в крыжечку это аккуратненько много не надо отставляете основную баночку вот у вас крыжечки блестки затем вы берете кремовую текстуру например это жидкие тени которые еще и блестящие затем вы берете ватную палочку или можно кисточку но чтобы кисточка была синтетическая в принципе натурально тоже можно на что я делаю я беру сначала тени кисточку чтобы она была липкая кисточка потом набираю блестки и сюда в тени вот у меня вот здесь вот уже вот эти блестки значит если мы не сейчас разрешите я уже показала вам как это надо делать теперь я сделал чтобы мне было удобно добавляю хищу и и у меня получается что блестки приклеились вот к этим кремовым теням значит если я хочу сделать стрелку например у вас подвижная века она очень маленькая поэтому блестки наносить сам бесполезно вы можете сделать стрелку стрелка делается прямо вот таким вот образом этой же кисточкой вы наносите по контуру ресниц так эти средства у меня уже высохли мне нужно больше кремовой текстуры секундочку процесс такой не быстрый но приятный особенно когда все это мерцает красиво так я сейчас все делаю то же самое то есть я сама делаю себе такой скажем блестящую жидкую подводку так и опять наношу значит если у вас подвижный века но совсем маленькая и вы или вы боитесь переборщить с блестками вы можете это сделать вот очень аккуратно вот так вот вдоль он смотрите осыпались покажу как их убирать ресниц если у вас века подвижная побольше то тогда здесь вы делаете уже не кисточкой а это будет удобно сделать пальчиком то есть вы набираете надеть кремовую текстуру и приклеиваете на подвижное веко блесток не так много хочу больше теперь я беру уже из крышечки сухие вот эти блестки и приклеиваю на вот эту кремовую текстуру и вот получается вот это вот роскошная красота переливания и при вечернем освещении вот эти блики они будут смотреться прям очень очень нарядно что делать если у вас блестки эти осыпались такое бывает и очень часто значит первый вариант берем чистую кисточку и их смахиваем то есть они могут но некоторые настолько коварные что они остаются что делаем тогда мы берем вот такую вот щеточку для бровей и смахиваем потому что они очень сильно как вы знаете приклеиваются кожи и бывает кисточка или спонжик но не сможет никак отодрать и вот таким вот ёршиком они очень хорошо уходит практически нет но там если 1 2 не страшно самое главное чтобы здесь не было их очень много